По инициативе российской организации Россотрудничество в ЮГУ была организована фото-выставка «Один солдат, две войны». На выставке были представлены фотографии из личного архива участника событий авустовской войны и специальной военной операции Яна Гагина. Выставка дает возможность окунуться в истории людей и почувствовать душевную связь с героями прошлого и настоящего. На основе анализа таких людей, как Яна Гагина, можно понять и воспитывать в себе гражданскую гуманитарную позицию, которая позволит выявлять на ранних стадиях интерес к себе со стороны недобросовестных партнеров, которые позволят жестко этому противостоять в обществе, лично, в коллективах. Собранные материалы доказывают участие в конфликте Соединенных Штатов Америки и других стран-членов НАТО. В обеих войнах одни и те же исполнители, один и тот же сценарий, отметил политический аналитик Ян Гагин. Я хотел провести некоторые параллели между двумя войнами, которые одна уже отшумела в 2008 году, а вторая сейчас еще идет, она продолжается, к сожалению, в Донбассе. И хотел провести параллели между тем, что одни и те же организаторы, одни и те же участники, одни и те же принципы и одни и те же задачи стоят перед теми, кто начинал эту войну, и эту и ту. И хотел показать как раз активное участие, прежде всего, в Соединенных Штатах и их союзников из Североатлантического альянса в обеих войнах. Ну, правда, вторая война называется СВО, специальная военная операция. Здесь путать, наверное, не стоит. Это действительно специальная военная операция сейчас. Но, тем не менее, это страшные события, потому что любая война – это страшно, это страх, это боль, это голод, это смерть. Ректор университета Вадим Тедев отметил значимость организации выставки. Трагедия, которая имела место в этой новейшей истории Южной Осетии, когда 23 ноября 1989 года Южная Осетия подверглась военной агрессии со стороны нашего южного соседа. 19 лет мы жили в состоянии войны, разрухи и верили мы, безусловно, в будущее. Но именно август 2008 года, благодаря самоотверженности ополченцев, благодаря силовым структурам Южной Осетии, благодаря российским миротворцам и, безусловно, благодаря военной помощи Российской Федерации, народу Южной Осетии был спасен. У посетителей выставки была возможность пообщаться с автором, задать вопросы и узнать историю каждой фотокарточки спустя 16 лет. Кроме того, были представлены видеоматериалы войны, подготовленные боевым товарищем Яна Гагина. Также он поделился кадрами, посвященные планированию вторжения грузинской армии в Южную Осетию и Абхазию, которую он заполучил в грузинском горе после захвата танкового батальона. В нашем распоряжении оказался практически весь штаб нетронутый, то есть его даже не уничтожили, ничего не сделали, то есть они просто ушли. Мы срыли компьютеры и получается, что на одном из них находились некоторые файлы, которые были посвящены планированию этой войны. И не только этой войне, не только на этой территории. Они на английском языке, на английском и грузинском. И там как раз на этих файлах были планы вторжения и в Южной Осетии, и планы вторжения в Абхазию в том числе. Более того, согласно материалам, оставленным там через Абхазию, грузинский спецназ планировал дойти до Сочи. Используя все возможные методы, западные кураторы не раз оказывались ни с чем. Точно так же будет и сейчас, заключил Ян Гагин. Яна Плева, Владислав Пащенко, информационный выпуск «Сегодня». Продолжение следует...